Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения с вами рэй мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды так забираем с тобой наградочки за лигу мастеров я больше уверен что меня сейчас сбросили потому что я не играл ну где-то сутки с небольшим а вот куда мне скинули сейчас мы с тобой посмотрим так заходим сюда лига сегунов 3 звезды слушай ну не так уж сильный я упал если честно я думал будет хуже ну что давай тогда мы быстренько с тобой заберемся куда до лиги мастеров а какой у нас интересная сколько звезд будет лига мастеров 1 звезда нет наверно как минимум как минимум мы сегодня заберем с тобой две звезды это точно так ну что шредера берем до собой и наверное побежали ребят это такая фановая серия где особо ничего такого супер нового не будет где как обычно пробегаю арену с помощью своих супер-пупер прокачанных бойцов это шредер это у нас усаги это леонарды и прочее прочее потому что на этой неделе как ты понимаешь у нас никаких событий особых нету где бы мы могли с собой пошуршать поэтому чисто фармим арену и если то конечно можно так назвать фармем просто проходим так ну что дальше у нас здесь идет 1621 давай попробуем вытащить 16 1622 скорее всего нам не дадут поэтому придется соглашаться в я возьму армагоны 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 ё-моё и вот так вот мы побежим таким вот составом ребят честно говоря с работы я уставшие спать хочу но сейчас мы поиграем да и пойду я наверно отдыхать что голова раскалывается с ночной смены сам понимаешь так ну что здесь мы с собой победили по-другому и быть могло сейчас может быть взять в принципе леонардо да с кем но леонардо может отыграть спокойненько так 1621 до сих пор не дают мне 1622 возьму леонардо и донателло а здесь ну вот пускай такая вот команда у нас будет лишь бы доня не подвел а в остальном в принципе все нормально будет так лево в жаришь хорошенько будь добр ну неплохо неплохо и добивочный все и видосиков ребят сегодня будет ну сколько вот наверно один черепашки и все больше не то что я даже не успею я чертовски устал с работы надо отдохнуть завтра уже поиграем нормально потому что завтра уже будет выходной у меня не может быть немножечко посидеть так задание давай попозже наверное немножко сделаем так погнали здесь по блин кому сейчас 16 вот 1622 тут у нас есть нормально я возьму пожалуй здесь армагона и леонардо армагона леонардо и вместе с ними пойдет а зачем я так делаю если мне все равно надо отыгрывать всех почему я не беру самого хвоста интересно так ну-ка посмотрим как у нас армагон справиться один или нет да друзья мои вполне вполне он один справился с этой сворой черепашек леонардо зря мы с тобой брали но кто знал еще раз повторяю ребят никто не может дать стопроцентной гарантии что армагон или супер шрейдер справиться с противником с одного удара такие гарантии тебе никто не даст всегда может быть какая-нибудь осечка и вот если эта осечка получается тут тоже начинаешь призадумываться а зачем я сделал так почему и не перестраховался да у нас же тут грубо говоря каждый кубок на вес золота мы так с тобой ближе к финалу уже очень очень медленно продвигаемся ты порой видел да в сериях когда мы боремся за ездить за последний откат за последнего бойца лишь бы все у нас хватило вот так вот то есть это не сбок ты барахт взята ну что ребята двигаемся и смотрим что у нас тут получается так еще немножко и мы уже зайдем с тобой в лигу мастеров это только одна звезда я смотрю на эти монетки и вспоминаю что а потратить там нам их некуда да ребята некуда потратить нам с тобой монетки к сожалению теперь они будут у нас вот так вот просто лежать и пылиться так 66 65 64 уровень до противников ну давай возьмем мандагека здесь отыграем бойцов в принципе много откатов я честно говоря не увидел сколько я думаю нам хватит если не хватит так вот до конец можно будет посмотреть рекламу да и получить еще 10 откатов но если этого например не хватит хотя не уверен можно будет докупить за доллары доллары слава богу у нас есть так ну что давай быстренько быстренько там это мы пропускаем и и хотел сказать и вот она лига мастеров нет еще до сих пор не лига ну что возьмем наверное вот эту вот команду опять же возьмем армагона я вот так вот сделаю ребят да я хочу просто напросто тупо отыграть вот своих вот этих бойцов это как говорится успеем еще на откатах до поиграть сейчас армагон естественно львиную долю удара своего сделает а у вас майки хоть первым но кто здесь у нас живучий я не знаю давай тогда сделаем уклонение мы значит переплевываем хана и все все ребята команда вражеская упала просто-напросто так надо было сегодня конечно еще в драконы всадники олуха зайти и забрать железо и опять отправить их потому что железо нам очень много нужно там ну что 87 позиция лига мастеров 1 звезда ну наверное возьмем вот эту команду да так армагончик плюс давай наверно возьму ванюшу армагон ванюша 1 2 3 ой зря я вот так вот делаю 55 уровня беру тем более тут ванька ну опять же я большой акцент делаю на армагона и надеюсь сейчас он меня не подведет отлично красавчик он красавчик тут уж с этим не поспоришь ну что друзья мы двигаемся тогда дальше я думаю мы возьмем сегодня с собой лигу мастеров две звезды так 87 было становится 73 так может быть дадите мне 1623 ну так на вскидочку не не хотите 1723 но спасибо огромное уровень какой 71 тут уже надо будет брать ребята в любом случае вспомоголовку потому что армагон до 70 уровня более-менее рубит уже после 70 уровня бывают осечки поэтому здесь мне нужен будет леонарда ну или кто-либо другой но главное чтобы он был лишь мощным если бы армагон ну не было бы у нас вспомоголовки эти ребята бы начали бомбить бомбить бы они стали конечно же по самым слабым моим бойцам это кролики это року топит ну и соответственно могли бы даже уронить если бы они все втроем начали бить одного например персонажа они обычно так всегда и делают так ну что у нас тут тихо 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 нашел я 1723 давай армагуши давай леонарда 74 уровень ребята максимальный у них по моему 77 8 да или 76 самый максимальный здесь у них у врагов котелок совсем не валит сонный как муха ребят серьезно говорю можно было бы конечно после сна но я сомневаюсь что я проснусь по будильнику буду нижиться до последнего тем более у нас такие перепады то недавно морозы были под тридцатку то теперь всего лишь минус два градуса на улице оттепель снег тает и вот эти вот скачки давления конечно ребят очень сказываются на нас так давай возьмем на вот этого так тихо армагуши леонарда и теперь раз два три да мне кажется у меня даже получится отыграть всех сегодня персонажей а если мы их отыграем том возможно даже может попадем в лигу мастеров 3 звезды так ну что армагуши делает удар зашибись один только майки остался круто что я могу сказать ну что же продвигаемся с тобой дальше потихонечку да сейчас у нас какое место будет 35 а 31 так 17 23 они уже дают мне на автомате даже не спрашивают окей так судя по всему нам еще хватит на 10 поединков 1 2 3 но за счет 10 поединков мы вряд ли с тобой всех израсходуем наших бойцов ну сколько сможем да так тут выжил у нас арафаэль и слэш ну это так видимость видимость того что они выжили на самом деле они уже труп правда они об этом еще не знали ну и мы продвигаемся с тобой дальше как этом у нас будет я надеюсь пятнадцатая двенадцатая даже еще лучше так давай ко мне 1723 хватит уже хандрить вот 1723 я возьму на шредера и возьму леонарда вот такую командочку так ну а с ними естественно пойдет уже вот этот ребятня поехали так супер шредер ты готов конечно готов но зато на всех висела постепенка да пускай он всех не смог бы убить одним как говорится хлопком но зато повесил на всех постепенный урон который бы в любом бы случае бы при как пошел ну а мы нет ребят мы еще с вами не перешли не хватило чуть-чуть буквально да совсем капельку ладно ничего страшного сейчас переместимся так бойцы еще есть еще есть там никого не упустили нет но я думаю где-то поединка в 5 еще у нас точно с тобой будет так поехали ребят я сегодня отыграю пожалуй кого-то только арену и все я ну и буду заканчивать потому что ну действительно башка очень сильно раскалывается спать охота я надеюсь вы меня поймете может быть даже не стоило этот видосик запиливать но вы же постоянно требуйте где 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 ну вот хотя бы хоть что-то выпустить ребят что вы не потеряли меня из виду так восемьдесят восьмая позиция так давай-ка двигаться дальше кого здесь возьму наверно вот это вот так армагуша супер шредер раз-два-три тут можно даже почитать раз-два-три раз-два-три раза три слушай тут еще много тут не пять поединков там чуть не семь получается даже чуть не восемь даже если так вот два бойца сильных да и по три слабеньких так ну что давай волночком добьем их для чего в арену мы проходим ребят только лишь для одного чтобы занять первое место чтобы нам потом достались платиновые осколки все если вы на это если бы у меня были бы все бойцы в платиновом ранге поверь мне я бы арену тоже бы не проходил бы но зачем если у тебя все бойцы прокачаны топ единственно то можно было бы знать что делать составы вот составу можно было бы делать то есть ты говоришь до определенных бойцов какие бы ты хотел посмотреть и как бы они там дрались я такую команду составляю и мы смотрим да это можно было бы замутить но бежать там какие-то арены что-то там бустится это можно было бы уже пропустить так сейчас все чаще задумываясь о том может быть действительно ребята вернуться нам в шадов файт вторую часть мы с вами не допрошли но вы прекрасно знаете как она меня вымораживает в плане того что очень она злит меня очень много нервов у меня требует и я очень эмоционально реагирую на нее как бы я представляю себе туда вернусь опять пойдут плохие слова а потом меня будут в комментариях опять родители как же так как же так какой взрослый человек ругается матом на детском канале да не очень приятно слышать такие комментарии ребята если честно но с другой стороны кто сказал что этот канал детский если я снимаю игры на android то это не говорит что это детский канал причем в тех играх где у меня действительно есть какие-то маты или еще что-нибудь у меня обычно дисклеймер висит то есть предупреждение что детям до 16 лет смотреть не рекомендуется может быть да есть где-то какой-то видосик я могу ляпнуть но опять же ребята не сгорячая не специально а просто вырвалась так скажем такой тоже может быть но я думаю что можно понять да конечно я представляю когда ребенок сидит и слышит такие слова плохие скажем так взрослые до маты вот мне лично не понравился если бы у меня мой сын бы смотрел бы каком-нибудь дэн своего любимого там например летсплейщика да по каком-то там игре этот вдруг ни с того ни сего что-то выдал матом я бы конечно бы как-то это загладил как-то быстро переключился бы другую тему чтобы он на этом акцент не но мне бы не понравилось бы и я бы подумал бы а что будет дальше а вдруг еще выйдет как он такой словечко вылетит или еще что быть понимаешь тут как бы все зависит от воспитания потому что я знаю что у меня даже вот много знакомых которые прям при детях при своих шпарят матами групп как вы так можете ребят научу делать это я же говорю они же уже вырастут они уже пойдут извини меня там в школу там или куда-нибудь они уже будут там матами крыть будь здоров а че такого ответа кем не был не был говорю таким мое время говорю слово дурак нельзя было сказать сразу по губам получил бы вот и все то есть как бы вот это вот я даже будучи взрослым прихожу нам в гости к родителям например и нечаянно нечаянно у меня может пролететь мат нечаянно матушка меня сразу засекает ты чего это ругаешься я ой а че я ругаюсь да но бывает ребята действительно не замечаешь просто особенно когда что-то и мы на эмоциях рассказываешь ли вот где-то немножечко как бы сказать импульсивный да такой вот где-то разозленный еще что-нибудь может пролететь но опять же нечаянно не специально если честно я не особо любитель материться целенаправленно именно не особо но это как бы не украшает человек на самом деле хотя общаемся мы в компаниях в разных и сплошь и рядом это нас окружает никуда ты от этого не денешься ну может как-то это все ребята в в рамках в культурных да завести особенно тут просветает в пьяных компаниях в пьяных молодых компа молодежных компаний они считают что это круто и так они самовыражаются но на самом деле поверьте мне курить уже не модно раньше в 90-е годы курить это было знаешь признаком крутизны ну так скажу тебе типа ты крутой ты куришь типа ты крутыш такой сейчас нет ребят сейчас наоборот если ты чем-то занимаешься каким-то видом спорта и как есть я успехи там какие-то вот теперь ты считаешься крутышом на тебя уже смотрит немножко по-другому некоторые конечно удивляются да как так ты не пьешь и не куришь а чем ты занимаешься у тебя крыша не едет а как-то расслабляешься то есть у них нет другого понятия ребят если ты не пьешь не куришь то как ты расслабляешься он не может представить себе жизнь без этого всего и не поймет а как люди могут без этого обходиться до элементарно могут когда-то раньше я тоже очень выпивал и сильно выпивал а потом подумал к чему это зачем лишняя трата денег постоянно головные боли постоянно это похмелье постоянно это дурное самочувствие ванище изо рта и попробовал просто не пить начале недельку потом другую потом третью а через годик меня вообще ребята перестало тянуть к алкоголю у меня вся компания пьет а я не пью не тянет я могу посидеть с ними поесть шашлыка я пускай это пьют пьют пиво там водочку свою ну что им нравится а я поем шашлычка салатика и все ребята единство что мне не нравится когда уже начинается пьяный дебош то есть ты понимаешь да что пьяный трезвому не товарищ он будет тебе там что-то объяснять бормотать ты все равно его не поймешь вы на разных уровнях я тебе скажу что твой уровень в этом разговоре будет выигрышным но он этого не поймет ты ему это не докажешь потому что он будет считать что он прав ну по большому счету из-за того что он просто пьяный и он не в адеквате он не понимает что он там несет ну как то вот так вот человек какую-то тему-то подобрал сегодня для разговора еще вообще все началось странно как-то да зашли в такие дебри ну так вот ребят я вам говорю что сейчас просто вот не тянет не тянет и порой даже жалею что а как же раньше я тратил много денег на те же самые сигареты на ту же самый алкоголь и почему теперь я обхожусь без этого и нормально причем не кодировался ничего сила воли ребят элементарно решить и понять что для что это тебе не нужно просто не нужно тебе это и все когда ты это поймешь осознаешь если действительно захочешь что у тебя все получится тебе даже не надо будет заставлять ты твой организм сам он когда очистится вот от этого всего от вот этого вот алкоголя который у тебя в крови тебе намного сразу станет легче тебе очень много придет как сказать ну ясный ум так скажем да ты сразу все поймешь посмотришь немножко другим углом и скажешь но я тебе скажу следующее что можно и сорваться сорваться можно элементарно на любом если ты например бросил курить и ты не пьешь вдруг тебя я потянула в какую-то компанию до увидел ты какую-то там свою первую любовь или какую-то девочку ты решил набраться храбрости ты выпил там немножечко да поверь мне сразу же пойдет сигаретка следом побежит она и ты скажешь да что будет там от одной штуки да ничего не будет типа завтра все будет пучком нет я тебе скажу что будет редкий редкий случай когда человек покурил покашлял и сказал это не мое и не курит до конца своей жизни это очень редкий случай в основном всегда а тем более человек который бросал курить и сигарету попадает ему опять ему он все равно к ней пристраститься очень быстро потому что я сам если не соврать ребята распять бросал да я распять бросал распять начинал это какой-то замкнутый круг и все вот из-за этого на одну штучку да ничего не будет там это и уже тут как говорится либо рубить все либо продолжать как было то есть вот эти вот промежутки которые ты делаешь они поверь мне да ты очистишься возможно твой организм как бы придет в норму но когда ты опять к этому пристрастишься ты в два раза быстрее больше угубить то есть тебе нужно будет сигарет в два в полтора раза больше чем ты курил до этого алкоголь ты быстро вернешься к своей той дозе на которой ты остановился это неизбежно а так оно и будет ребят все это проверено это не какие-то там байки выдумки так оно все есть подтвержденные факты так на что добиваем вот такой вот ребята я как бы речь провел пока мы с тобой бомбили арену не знаю надеюсь кому то она покажется нудной я знаю что не очень люди любят это слушать а тем более сравнивать себя с негативом с этим ну как говорится я никому ничего не навязываю ребята просто вам вот высказал свое как бы мнение я считаю что лучше заниматься спортом опять же щадящим они какой-нибудь там наш где люди рвут пятую точку спины там мышцы растягивают травмируются нет конечно не за такой спорт защитящий вот ну в принципе наверное и все мы с тобой будем закругляться единственно что у нас остались задания здесь серии испытаний но ребята у меня уже нет сил если честно я просто уже валюсь с ног надеюсь вы меня поймете так что всем пока всем удачи и до новых скорых видосиков